что такое личность что такое индивидуальность вот наверное вот это два таких ключевых вопроса которые для человека само собой разумеется я личность тогда вот вернемся к нашей лекции которую мы давали по эго мы раскладывали наше эго структуру личности человека с позиции объективного восприятия с позиции парадоксального восприятия с позиции целостного восприятия из позиции объективного восприятия хотим мы того или не хотим на личность нам приходится опираться на того же дедушку фрейда а где там личность если почитать что такое его им что такое и 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 что такое его супер-я и еще что-то. И последняя его часть, я уже не помню его концепцию. Последняя это супер-я. Ид. Родители, ребенок и кто там еще, взрослые. Ну, что-то такое, короче. Взрослые, родители, ребенок. Его вот эта концепция, которая потом уже переросла в следующую концепцию, она получается полностью не содержит личности, индивидуальности. Там все о коллективном. Да, там вообще об этом нет речи. Там только коллективный. Мало того, оно там полностью размазано. Размазано. И вот в этом размазанном получается, что коллективное при этом бессознательное. Да. Бессознательное, коллективное. А человек где? А человек где? Мало того, человек писал об этом, да? Размазано. О чем это говорит Фрейд? О психике Фрейда какая она? Вот мы с тобой же на этой лекции мы четко видели, когда начали проходить, это больной человек. На самом деле психика у него нарушена, больная. А представь, что это психика, об этом мы говорили, что у человека больная психика, а он в науке. Какое искажение величайшее пошло? Смотри, у человека больная психика. Он с этой больной психикой описал то, что он видел с искажениями. Он создал систему, ее подхватили, она выгодна, потому что эта система выгодна для власти, для управления овнами. Ну, заказ, да. Заказ. И до сих пор в психотерапии применяется психоанализм. И никто не задумывается. Никто не задумывается над этим. Согласись, да? Что, а прав ли он был? Свято прав. Свято прав. Причем авторитет. Авторитет. И даже не задумывается. Никто. Никто. Просто повторяется. А смотри, как зеркало сработало. От какой болезни умер Хрейд? От какой, я не знаю. От рака языка и горла. Серьезно? Я этого не знала. Речевой аппарат гнил при жизни. Ты посмотри. Он очень сильно вонял. Возле него рядом невозможно было находиться. Язык и горло у него сгнили, да? А дуреть. Ты посмотри. А теперь смотри, что он людям. Речевой аппарат Бога сгнаил в человеке. Да, да, да. И он получил такую болезнь. С ней это прямо вот тебе бессознательное. Оно совсем не бессознательное. Оно тебе четко отразило. Что ты оставил после себя? Как ты наплевал свой собственник колодец? Что ты разъел? Что ты разъел? Зачем ты разъел индивидуальность? Зачем ты разъел личность? Да, да. Ты размазал ее. И ты продолжаешь ее на психоанализе размазывать. Гипноз, сон. Спи, спи, спи. Тебе не надо просыпаться. Тебе не надо сознание. Ты овен. Красивое название. То, что это баран, это же никого не волнует. Угу. И это внеслось в науку, и все. И оно пошло. Искажение порождает дальше искажений. Также... Ой, ладно. Как разбитые зеркала. Да, так и хотела сказать кое-что не будет. Так и трескается психика. Да, да, да. А возьми... Хорошо, другое скажу. Возьми, как мы и говорили с тобой тоже, по-моему, на лекции, мы об этом говорили, школы. Как там обучают? Вот именно, когда ты начинаешь изучать биографию человека, написавшего там, ну, не помню уже, там даже Блок, да? Потом кто там еще? Горький. Гоголь. Гоголь. Горький, Пушкин. Пушкин. Когда ты начинаешь изучать благодать... Достоевский. Достоевский. Ты понимаешь, насколько... То есть люди больны, да? А, прикинь, а болезнь внесли в науку. То есть сделали это в учении, то есть их обучение детей. Их болезнь становится обязательной для обучения детей. Обязательной. То есть ты обез... Блин, у меня дальше идут. Обязательно должен быть заражен этой болезнью. На что это похоже? На прививки. На прививки. Я прям аж не могу. И это вот, посмотри, зараза распространяющаяся. А мы согласны. А что в сказках русских народных есть? Там, знаешь, это я сегодня вспоминала, кстати. Какая-то сказка есть, где змей. И что-то... И все... Появился змей. И все ему должны были нести своих детей. Значит, когда... В дар. И я сегодня об этом вдруг у меня так раз ношу похоже. Мы несем, добровольно несем своих детей на прививки. Грузите, загружайте. Любую информацию. Проводите эксперименты. И мы даже не задумываемся, что в школах дают. Ведь учителя в школах – это те же мамы, те же папы, те же родители. Это вот точно так же. Задумайтесь, что вы даете. Но дайте из потока интересного. Ведь у вас уже есть опыт. Есть уже, значит, знания. Воспользуйтесь. Нет, они слепы. Они даже своим опытом не воспользуются. Потому что они слепы. Они закрыты страхом. Закрыты чем угодно. Ненавистью, злостью. Чем угодно. Закрыты. Но не хотят видеть вот этот живой свет в детях. Что начинают детей в школах давить. Должен, должен, должен. Все. И не осознают, что плюют свой собственный колодец. Но я немножко отклонилась. Потому что меня вдруг понесло вообще. Трындец как понесло. Вдруг очевидным стало. Потоком прям. Так вот Фрейд. Не Фрейд. Личность. А, ну про личность, да. Про личность. Пока нет личности, пока нет личности, пока у человека личности нет, пока у человека нет своей игры. Нет своей игры. Нет личности. Нет личности. Есть масса. Наличие собственной игры, это первое, что уже тебя идентифицирует в массе. Первое. Ты выделяешься уже в массе. Ты уже выделяешься. Когда мы говорим о наличии собственной игры. Ну, вернемся к той же самой школе. Как учат детей? Ты должен выучиться. потому что, ой, ты потом станешь айтишником и будешь получать много денег. Акцент. Пойдешь на ферму, будешь работать. Или вот я, когда училась, там было модно быть экономистом и юристом. А инженером было не модно быть. То есть есть моды на специальности. И никто не смотрит. Интересно человеку, это не интересно. Но ты пойдешь на наемную работу и будешь иметь много денег. То есть и ты ждешь эту наемную работу, и ты ждешь, что ты кому-то будешь нужен. А ты в это время сам себе не нужен. Ты предаешь сам себя. И ты ожидаешь корыто, что тебе принесут зарплату. И вот смотри, с чем мы сталкиваемся даже. Сколько бы ты не платил за ту или иную работу, все равно человек ее будет делать спустя рукава. И ныть, что ему мало. Создавать видимость. Создавать видимость работы. Да. Если ты ему платишь много, он будет создавать видимость работы. Чтобы тебя не потерять. Чтобы не потерять. И при этом создавать эту видимость так, что прямо в поте лица, и что заплати еще больше. Не не даешь ему много, он будет все равно. Но при этом косяки в работе, ты только успевай ловить. Только успевай. Только успевай. То есть нету вот этого ответственности. Да. Нету ответственности, потому что нет интереса. Да. Потому что внимание где угодно, оно в коллективных играх, оно в войнах. Потому что внимание дай. Да, в ковидах. А здесь только дай, дай, дай. Быстренько дай. Не в корыце положи. Быстренько. Да, я сам не умею, не умею. Дай мне. Да, я создавать не умею. Мне надо что-то дать. Личность и индивидуальность проявляются только тогда, когда человек имеет собственное дело, собственный бизнес и несет за него ответственность. Без этого личности и индивидуальности не бывает в принципе. Как только наемная работа, бай-бай личность, все. Ты служишь. Ты служишь чужим интересам. Ты взращиваешь чужие мечты, идеи. Тебя там нету. Да. Я понимаю, когда там вот студенты, как у меня дети, да, студенты закончили, для того, чтобы выстроить какой-то бизнес, надо какое-то время где-то покрутиться, хотя бы пару месяцев походить, посмотреть, как эта система работает, как работает наемная работа. Ну вот, например, и Вова для того, чтобы больше в жизни никогда не захотеть на нее ходить. Но это пока ты студент, пока ты вот совмещаешь. Кстати, студент, не работающий, у нас вообще не практикуется. То есть как только ты закончил школу, ты работаешь. И даже до окончания школы ты работаешь. При этом, при этом получается, человек понюхал, что такое наемная работа, и тогда ему хочется искать свое. И тогда он ищет. Да, с первого раза не всегда получается. Там надо себя попробовать, там, там, там. Ответственность за деньги взять, опять-таки, знания получить, какие-то опыт получить, ответственность какую-то наработать, чтобы все-таки ты как птенец учишься летать. Тебя из гнезда выпихивает птичка, да, и дальше ты летаешь. Ты учишься. Либо ты полетишь, либо ты не полетишь. И вот здесь поддержка родителей, конечно, очень важно научить детей летать, научить детей быть индивидуальностью. Не обрезать. Не обрезать крылья. Да, а именно научить, знаешь, как помогать найти интерес. Помочь найти интерес. А что делают родители? Ой, на наемную работу ты иди там у депо устроишься, и там будет все доброе. И там тебе не надо развиваться. И ты там всю жизнь. И сидят. И все. И тогда эта жизнь сразу становится конечной, потому что ресурс интереса отсутствует. Мало того, в этом депо уже и развитие останавливается, потому что приходит человек, который не горит. А ведь есть люди, которые с удовольствием будут работать в депо, да, ведь есть они, но в нем убита вот эта жилка. А он бы, работая, если ему интересно в депо, он развивал бы это депо, и оживал. И так каждое место оживало бы. Каждая. Когда человеку оно интересно, а когда оно интересно, оно уже тухнет. Уголек тухнет. Да? Все. И тогда и нет развития. Личность. Личность убивается. Личность. И именно даже не убивается, не развивается личность благодаря родителям. Ведь первичный это родители. Первичный эго и ум копируется с родителей. Да. Плюс у него добавляются кармические родовые программы, уже автоматические. Угу. Потому что нет интереса, нет подпитки, нету расширения за пределы. А за пределами сколько хочешь ресурса. А ты вот попал в ловушку, в ловушке отмеренная часть. В этой ловушке ты не можешь просидеть дольше одной жизни. И эта жизнь должна продлиться там 50 лет, 70 лет. И если ты в этой ловушке застрял надолго, то ты будешь в нее попадать бесконечное количество раз. Вот циклические ошибки. Да. И здесь очень важно, чтобы именно сознание человека осознавало, осознавало, где он как личность развивается, а где как тормозит. А для этого надо играть с восприятием. Пока человек не начнет играть с восприятием, начнет управлять восприятием. Я бы управление восприятием вела с первого класса в школах. Это прекрасная игра в познании своих психических ресурсов и возможностей. Управляя восприятием, как минимум, ты можешь смотреть на одни и те же истории. Вот ты обиделся, вот ты манипулируешь, вот ты можешь быть благодарен, вот ты можешь быть счастлив. Это начальное, объективное восприятие, но это начальное управление. Вот ты можешь смотреть из парадокса, вот ты можешь смотреть из целостности. Это вообще развитие. Вот, это на самом деле Это обучение быть Даже целостным сказать Самим собой Это безграничным Обучение быть безграничным Вот, вот правильно слово И тогда ребенок Он вместо того, чтобы посадить в себя Загнать травму, какой-то страх Какой-то блок И потом болеть Тогда ребенок, он сохраняет здоровье Сохраняет свет и ищет свой интерес И он здоров И дети тогда к 10 классу Не будут инвалидами Вот он выход, учить детей Как минимум два урока в первом классе должно появиться Управление восприятием и благодарность Вот это Это первооснова для того, чтобы сохранить здоровье Детей, нам у них рождаться Да А вот насчет здоровья детей Тоже, смотри Разве есть разум, если ты знаешь Что ты больной И серьезно Ну, там, допустим Ну, больной И есть ли разум рожать детей Я скажу такую штуку жесткую Меня могут сказать Как это, подожди Всем же хочется счастья Да Но надо включать разум Мы с тобой видели, правильно? Видели искажения очень серьезные Зачем? Где разум? Тогда есть генетические Если тебе плохо Генетические Если это генетические поломки Да Если тебе плохо Ты же ведь сам в этом находишься Зачем? Где твоя мудрость? Где твой разум? Ну, ты знаешь Я могу этих людей понять Потому что Да, согласна Они тоже цепляются за жизнь Хотят Хотят Да, но приду И, возможно, вероятность Все-таки Вылечиться Да Как исцелиться Появляется вероятность Отработать Что-то осознать Появляется время О, правильно сказать Появляется время Появляется время На то, чтобы человек изменился Но он может измениться и сейчас Просто включив сознание Изменившись И сохранив Свой инкарнационный цикл Уже в здоровом теле Но человек не видит Этой возможности Он слеп Более того Как правило Это же не просто Так у него Пониженный уровень сознания Это значит Ну, деградация определенная И он будет отбивать Любую информацию На эту тему То есть это процесс распада И этот процесс Он уже идет Знаешь, как поезд Который несется в пропасть Вот он несется И ты попробуй этот поезд У него инерция Попробуй его остановить Нет, он по инерции будет лететь Он будет цепляться За жизнь Это последний Поэтому он будет рожать Больных детей Угу Но есть генетические поломки Которые восполнимы Восстановимы, да А есть вот когда рожают Вот то, что мы видели Без рук, без ног Вот я об этом Сам без рук, без ног И детей без рук, без ног Я вот об этом Это мучение Но это последняя попытка Зацепиться Я понимаю это И заметь Ведь он же без рук Без ног родился Почему? Потому что он заснул Без рук, без ног Да А как он мог заснуть Без рук, без ног Вот они Взрывы, смертники Да Это люди, которые Полностью обесценили Физическое тело И они учатся И осознают Учатся осознавать Ценность физического тела Здорового Но при этом Они попали в эту ловушку Деградационную И осознать самостоятельно Ну, я считаю Что нереально Вот уже с этого уровня Деградации осознать Уже нереально Угу Однополость Браков Вот это Смотри Это ведь тоже болезнь Это ведь тоже зараза Но у нас же толерантность Люди Вы немножко думаете Что такое вообще Толерантность Вы Ну, то есть Осознавайте Идут Очевидные изменения И это Искажения Которые Приносят Смену Красоты Да На Ну, мне хочется сказать Что совершенно То есть Это на самом деле Это угасание жизни Угасание жизни То есть Это болезнь Для того Чтобы Стадо Не Латка Развивалась Не размножалась Что делают Да Вот, например, у коров У них забирают быка Угу И в стадии Одни коровы Все Да Вот тебе твоя Однополость Угу Вот они, овны Уже не размножаются Они не могут размножаться Уже управляются Их размножение управляется И можно назвать Этих коров Амазонками Угу И сделать их крутыми Им бантики Супер Новенькие повесить И колокольчики Самые-самые Звенящие Но при этом Все Да И точно так же Быков выделить В отдельное стадо И сказать Вот этот бык Это будет твоя корова Угу Ну Переведи По подобию На мир животных И посмотри Управлены Да 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 И заметь Вот эти искажения Изначально Пошли откуда Из религии Да Конкретно Из католицизма Конечно Все конкретно Там, где было Ограничение Там запрещены браки А мужикам А мужикам Надо было Куда-то Выбрасывать Свою сексуальную Энергию Вот оно Поехало Пошла ложь Пошла ложь Обман Пошло искажение Все И теперь смотри Это отдух Овности Угу Угу Да Поэтому Тут На многие вещи Надо смотреть Из разума Но это все Потери индивидуальности Как только теряется Личность Индивидуальность Все Развития нету больше Да Его в принципе Быть не может И тогда Надо думать Не о том Что его нету И не может быть А надо думать О том Как его вернуть Вернуть развитие Можно через детей Через смену образования Вернуть развитие Можно через Медицинские центры Когда медицина Будет работать В согласии С психикой Когда не просто целью Является продажа таблеток Да Лекарств И так далее Отрави другого Называется И когда эта таблетка Работает против психики Человек не осознает Зачем он получил болезнь И ищет быстренького Облегчения в таблетке Ну Здесь облегчил Это сам обман И тут же куча побочных Эффектов Написано на каждой таблетке То есть Мы перетолкнули в психику Но при этом И не скрывалось Ничего Ничего не скрывалось Все написано И при этом Создали еще худший вариант Заболеваний Говорит Ну как же Хроника Она же развивается С возрастом Как у вас С возрастом Еще зрение не ухудшилось Как у вас Еще там ничего Не отвалилось И не развилось Не может быть Проверьтесь еще раз Так вот Это игра на то Чтобы овны уходили Вовремя Они не должны Оставаться Они должны Отработать И уйти Пока мы видим овнов Пока мы видим овнов Мы сами такие Если вы хотите видеть богов Станьте богами И тогда вы заинтересованы В их развитии А если вы заинтересованы В развитии Значит надо говорить О медицинских центрах О медицине О новой медицине Которая учитывает И психические интересы И лекарственные интересы И тогда На определенном этапе На определенном этапе И тогда подмены Научные Когда мы говорим О психике Они тут же всплывут Потому что там Идут подмены Там же тоже Личности нет Конечно А концепции гештальт Там о личности А психоанализ Это о личности Давайте ребята Концепции посмотрим Где там личность Индивидуальность Ну-ка, ну-ка Под призмой Так попробуем Под лупой Попробуем там найти Разложить Нету там Нету Там о деньгах И о коллективном Там нормальная секта Не меньше Чем религиозная И на это надо смотреть Прямо И надо трезво На это смотреть Да А не говорить Что это не так Да К искренности К индивидуальности Возвращения нету Вот верни К искренности К настоящести Верни человека К самому себе Разверни его Увидь вот эти подмены Отработай все это дело И тогда лекарства Работают по-другому Человек поправляет На выход Лекарства тогда Работают действительно На выход На то Что они заканчиваться будут Да И человек поправляется И больше он уже Не будет ими пользоваться Да Потому что Обрати внимание Все лекарства Которые назначаются Медициной Они все до конца жизни Да В зависимости В зависимости Щитовидка Поджелудочная железа Еще что-то То есть игра Конкретная Пошли От давления Пошли Это все на жизнь Да Все ты словил таблетки Это игра на жизнь Да Как только ты вошел В эту игру Все Ты ну играешь уже Пожизненно Хроника И потом вот смотри Попал человек в критические условия Нет возможности Принять лекарства Он бы так жил спокойно А он себе в голове Ой я не принимаю лекарства Значит я помру Помираешь Все не помирает Сознание уже работает И вот оно быстро-быстро идет Вот это Овных Овные Так-так-так-так Перерождаются И в кого превращаются? В домашних Уже не в природных А в домашних Над которыми У которых есть хозяин Который даст покушать Да Или решит усыпить Там или еще что-то Это вообще настолько очевидно Сколько Будешь ты рожать Или не будешь ты рожать Ты полностью Находишься Любимое ты животное Или нелюбимое животное Подожди Как человек стремится К паразитарным программам? Вот женщина Я выхожу замуж И ты мне должен Я уже все Я уже еду на тебе Да Женщина И об этом кричат Все тренинги Что женщине не надо работать Женщине не надо проявляться Дом, семья Вон целый клан И юбку длинную одену Вот И все И что Если женщина Перестает развиваться Мир исчезнет Вот Однозначно Перезагруз Мир исчезнет Все И тогда надо все-таки Заниматься развитием Личности И индивидуальности Человека И наши лекции В этом плане Это первый шаг Знаешь что? Все-таки то, что мы поставили На повтор Технический курс Для начинающих Это разворот Человека Человека К себе Хочешь Не хочешь Хотя бы самые простые вещи Осознай И начни делать Это пока ты только Вот шел-шел Ты сказал себе Ай-2 стой И давай попробуем Повернуться назад Да Но у тебя не получится С первого раза Потому что Столько подмен Столько всего Надо осознать Но во всяком случае Это хотя бы Ай-2 стой И развернись к себе А вот этот Технический курс Что мы поставили Для начинающих Сейчас Да Он пройдет в записи Но У него мы будем Выступать в начале И в конце Начало курса Сделаем мы И в конце мы ответим На все вопросы людей И у человека Будет возможность Получить техническую базу Целиком Причем поточную На тот момент Ресурс Там огромная Там в потоке Писался этот курс И там ресурс Заложен офигенный И это первый шаг К себе С него надо начинать Это самое начало Но с него надо начинать Для тех Кто вот хочет Остановиться Сказать Подождите Не хочу я больше спать Я хочу вернуться К жизни К здоровой Я хочу вернуться К себе Это знаешь Как напоминает Это автобус Отвез уже А теперь возвращается И на второй круг То есть у тебя есть Второй рез Появляется возможность У тебя появляется возможность Тоже доехать Во всяком случае Начать Начать Ну там посмотришь Ночью что сойдешь Дело в том Что Вот даже С этим курсом С техническим Нам намного легче Уже например Человекопотоковое состояние Если дать Тут же ограничений нет Ты можешь любого человека Взять на этот курс На потоковое состояние На ключ потока Но получается Если у человека Нету даже Вот этой базы Минимальной С ним тяжелее И результативность другая Ты знаешь Это как на носилках нести Так ты уже встань с носилок Начни Двигаться Потягиваться Чтобы хоть что-то Пройти своими ногами Но при этом Но при этом Ключ потока Если даже новичок Он все равно Входит Да Тяжелее Но У него Знаешь Происходит Вот это касание Касание Этого потока И у него Появляется Интерес Кстати Ты вот сказала Касание Этого потока И мне Вдруг вспомнилось Я вспомнила Сколько я денег Отдала на курсы По интуиции И Когда нам пишут Вы дорогие Ребята Так те деньги были В каком В 2008 годах Там Там стоимость Доллара была Другая Там машина Стоила в два раза Дешевле Чем она Сейчас Стоит И это Были Несопоставимые Суммы Там было Все намного Дороже А сейчас Ты идешь Я понимаю Что Вот те вещи Что мы даем Блин Они просто Бесценны Даже когда Они у человека В записи Остаются Человек Человек Сможет К этому Вернуться Для того Чтобы вспомнить В тот момент Когда до него Дойдет Кстати Очень интересная тема До людей Доходит не сразу И до меня Многие вещи Доходили не сразу То есть Вот Я Я же когда Обучалась Я проходила много Очень много Разных тренингов И Было очень много Мусора Вот я сейчас Осознаю Что Было очень много Мусора Но я осталась В благодарности К этому мусору Потому что У меня есть опыт И я знаю Что Вот эти элементы Они вообще Не рабочие Но они приняты Например В психологии Или психотерапии Они вообще Выхлопа никакого Не дают А есть вещи Когда действительно Ты имеешь Хорошую базу А есть вещи Когда ты Уходишь от сути Просто далеко уходишь Засыпаешь В тот же самый гипноз Но в то же самое время Не изучив этой базы Если бы не было гипноза Не было бы инфодайвинга То есть Ты не проснешься Не заснув Вот То есть Вот этот момент Я когда Вот сейчас Осознаю Я очень многим вещам Благодарна Что они были В моей жизни И в то же самое время Я понимаю Как можно было бы Сократить путь В разы Более того Я сейчас Очень многие вещи Понимаю Насколько в инфодайинге Мы шли Вот с тобой Проходя Сколько мы времени Проделали путь Вот такой тяжелый А начало инфодайинга И клубы И вот эти занятия Сколько людей Сразу занималась Они сейчас занимаются Тихо сами с собой И даже клубы В Минске проходят И так далее То есть Эта кухня осталась Просто она без нас двигается Но человек тоже Он продолжает Вариться В собственном соку А ведь можно было Сделать шаг И вот действительно Увлечься Рывок Но для этого Надо было силовой потенциал Вот реально Вот эта сила Увлечься И пойти Пойти дальше И я только сейчас Это наше с тобой Сочетание Вот когда мы с тобой Начали валить Вдвоем Чистый интерес У меня Чистый интерес У тебя И нам действительно Мы вдвоем Просто Мы кайфовали Кайфуем до сих пор Периодически Где-то у нас Остановочка Там какая-то Но каждый раз Новая Две силы Которые создали На самом деле Вот этот Мощный Поток Потому что Ну да Но смотри Вот тогда Когда мы проходили Мы же шли Очень подробно И Останавливаясь Вот так Зависая Вынуждены были Уезжать Чтобы смотреть На коллективное Под другим углом Восприятие То есть даже Вот эти поездки Наши Они тоже играли Большое значение Всегда Всегда И вот это все Теперь можно проделать Значительно быстро Начал книги Я вчера получила Письмо От одной нашей мамы Виктории У нее тяжелый ребенок Но тогда Когда мы работали с ним У них были Очень хорошие результаты Мы вчера опять Этого ребенка В работу взяли Да Я поняла И смотри Когда мама написала Мама Прочитала все наши книги И сейчас читает глубину И она написала Свои озарения То, что происходит С ним И вот Ты вчера чувствовала Какие результаты У мамы По изменениям Этот путь Она проделала сама Да Она за два года Проделала невероятный путь Сама Это же круто Просто Да, у нее не было Финансовой возможности Там ходить На курсы Тренинги Да, мы ребенка Поддерживаем По мере Когда мы вспоминаем О нем Когда она держит связь Но при этом Сама мама Она сама шла И тогда можно С ней работать На больших глубинах Потому что она прошла И тогда Интересно с ней работать И интересно нам С ней работать Да Потому что Когда она стоит Перед зеркалом Ты понимаешь Блин Входи Да Входи Все Ты подошла к себе Ты себя слышишь Входи А смотри Ей книги Сколько дали Книги Наши книги Да Человек не мог На курсы Но книги И мамина желание Ее желание Я хочу Изменить свою жизнь Искренне интерес И она Искренне Мне даже искренне Хочется с ней лично Познакомиться Она тем более Белорусская Она в Белоруссии Ага Потому что Невероятно Потому что Вот когда я вижу Трудолюбие у родителей Когда я вижу Трудолюбие Я по-другому Отношусь к человеку Я не люблю Ленивых людей И как только лень и ложь У человека Я запинаю его ногами И все На самом деле Это желание жизни Это ведь есть дыхание Это желание жизни Это дыхание Либо ты живешь Либо иди сдыхай на кладбище Да Что с тобой возиться Иди старей и умирай Да Старей и умирай Или болей Ты ленивый Все Да Нет тебя в моей реальности Это так Я понимаю Как со мной рядом сложно Невероятно сложно Но в то же самое время Интересно Аж интересно Потому что все время новое Ты просто валишь На правую И все Пошел Мне муж стал часто Ну периодически так Раз и говорит Говорит Ты стала другая Говорит Я не знаю Как это он мне сказал Я не знаю О чем тогда с тобой говорить Потому что Я раз И я говорю Ну ты увидел В моих словах Я не знаю О чем с тобой тогда говорить Да Что все Все мои слова Ты как-то так перекладываешь Я говорю Ну при этом Ты увидел Что я сказала Ну да Я говорю Увидел очевидно Да очевидно Без меня бы этого не увидел Даже не подумал бы Говорит в эту сторону Уже говорю интересно И тебе осталось научить наших мужей Делать следующий шаг Тогда создавай Да Вот эту херню закрыли Создавай Да Я ему так и говорю И он И ты знаешь Вот Он не произносит Но я вижу Что начал работать Начал Мозги включаются Ты знаешь Когда человек пару раз замечает Как он создал своим сознанием И тут прикатило Он так Это я Да А уже не можешь Не сказать не я Да Мало того Он слышит от меня И когда мы же вместе Тоже с нашими Да Слышит очевидные вещи То что действительно Он зашорен И он ничего не увидел А тут Слышит Да И у него открываются глаза Так и дочка моя старшая тоже Открываются глаза Открывается то Что было И вот и тренер Куда я хожу Ну В этот фитнес Она тоже Мне нравится с ней разговаривать И она слышит И она Она просто благодарна Она говорит Ирина я так благодарна вам Говорит Я такие вещи слышу от вас Говорит Что у меня жизнь меняется Вот оно Когда человек Человек слышит Осознает себя Создателем Своей жизни Да И понимаешь Мы вплотную подошли К бессмертию человека Да Мы настолько вплотную подошли Что вот Эту тему надо потрошить Эту тему Я под эту тему Уже сразу у меня в голове Я понимаю Что без центра Собственно у нас Ничего не будет При всем том Что у меня тоже Лень срабатывала Не хочу я вот В ручную работать с людьми Не хочу Не хочу А теперь думаю Ну блин У меня же есть муж-сын Пускай тут и работают Главное Чтобы им было интересно Чтобы им было интересно А вот Ну не они Так кто-то будет работать Кому будет интересно Пускай Пускай Вот когда у нас появится центр Там будут люди Работать те люди Которым это интересно Которым это интересно Нам надо с тобой Доделать вот все Что касается Методологических Вот этих штук Я уже вижу Где должны работать Психологи И как надо Сделать переподготовку Психологов Для того Чтобы они смогли Работать Кто это будет Много дистанции будет Но все остальное Надо продумывать И дальше Дальше смотреть Какие шаги совершать Следующие Потому что Нам надо дописать Еще две книги И дальше Уже можно будет Заниматься центром Следующие шаги То есть во всяком случае Мы к этому Уже осознанно подходим И видим Как это должно быть При этом мы даже видим Мы знаем место И место знаем Где уже центр Четко ложится Четко ложится Даже его люди Не соображали Даже да А перепланировку сделали Под нас Полностью под нас Полностью И это так смешно выглядит То есть оно происходит Осталось Только во времени Хобана Стыковка Пришли в точечку И там Самый идеальный Там идеальный Просто Идеальное место Оно прям На нем Будто написано Центр Подаем Новая медицина Новая медицина Новое образование И в принципе Очные работы и там будет очная работа, но ее не так много надо, очень много надо быть на расстоянии. Расстояние знаешь, что сохраняет? Оно дает возможность человеку быть индивидуальностью, личностью, опять-таки. Потому что, как только ты попадаешь в коллектив, все, начинается подстройка, и тут же конкуренция, ревность, я лучше, я хуже, пошла играть. Искажения пошли, да. Почему я в свое время отказалась от очных клубов? Потому что шли вот эти искажения. Начиналась конкуренция. Начиналась конкуренция, и все. И все. Вот она, звезда, пришла. А я лучше заслужу. А я лучше заслужу твое внимание? Или же я знаю лучше, чем она? То есть вот разные позиции. Вот эта штука, она в онлайне, она отсутствует. Каждый сидит в своей комнате, он один на один с собой. И самое главное, что Сабришин учел, потому что мы, когда писали платформу, мы же сперва думали, что тоже, чтобы была такая же видеосвязь, как в Zoom, как-то, в Zoom, да? В Zoom, да. В Zoom, в этой программе. А потом было решено, нет, тебя никто не должен слышать. Тебя никто не должен видеть. Но ты должен писать в чат, и ты должен видеть и слышать нас. Почему? Потому что твоя индивидуальность должна остаться у тебя. Чтобы у тебя не включилась конкуренция, чтобы у тебя не включилось желание кому-то доказать, какой ты звездный. Заметь, ведь даже когда работает в паре инфодайвер и оператор, да? Очень часто инфодайверы конкурируют с операторами. И даже мне вот пишут, даже стажеры, я же писем много получаю, и пишут, даже пары меняют. Ой, она там так работает, ой, она там не так чувствует. Говорит он, все, ты в конкуренции. Как только ты выпала в конкуренции, все, ты искажаешь результат. У тебя не будет проявленного результата. Ты слаба. Ты слаба, потому что ты опустилась до конкуренции. И сколько бы ты не менял себе пару. Да. Сколько бы, у тебя будет, пока ты не осознаешь себе эту конкуренцию, не уберешь ее, у тебя будет вот это продолжаться. А конкуренцию автоматически продвигает подстройка физических тел. Автоматически. Таким образом, надо убирать ее сразу в двух телах. А это убирается только через искренность и открытость. Когда ты 100% открыт. Ты 100% открыт, ты 100% искренен, 100% ты выводишь в баланс и не перекладываешь ответственность, ты там такая. А ты видишь, я вот здесь не доработал, я вот здесь не доделал, я вот здесь. И когда я вот здесь, тогда вот этот твой индивидуальный силовой потенциал растет, кратно растет. А когда вот это на объективное, ой, мы же такие, мы же зависим, это ж она такая, это же вы там не доработали, это, это. Нет. Заставлять человека работать надо, клиента заставлять работать надо, парадокс работает 100 на 100, свои 200% должны быть обязательно, но при этом ответственность должна у тебя остаться твоя, у него должна остаться его. И каждый думает головой, из разума. И тогда все идет хорошо. И это правильный подход. Поэтому вот все, что касается индивидуальности, все, что касается, у нас сейчас платформа написана идеально для развития человека, просто идеально. Да. Вообще сила в индивидуальности. Если удаляешь индивидуальность, силы нет. Все. И ты сам себе плюешь колодец в свой собственный. Если у тебя желание удалить индивидуальность, ты плюешь в свой собственный колодец. Ты сам себя уничтожаешь. Потому что индивидуальность, это прямой канал с разумом. Да. Прямой. Это, знаешь, как проводок, вот эта трубочка, по которой разум перетекает. Да. А если эту трубочку ты перетекаешь... Это жизнь. Это жизнь. Это питание, это жизнь. Да. О, какая-то штучка. Это питание, это жизнь. Ты себе перекрываешь питание. Все. Если ты удаляешь индивидуальное, ты перекрываешь питание. Все. Это уже вирус смерти. Как мы и говорим. Смерть – это вирус. Вот она, развитие. Главное, чтобы старость приходила не одна. Старость – это вирус. И без Альцгеймера. Пускай она приходит с мудростью. Да. Вместе. И тогда все будет хорошо. А лучше, чтобы она вообще не приходила. Чтобы приходила только мудрость. Другая игра, да. То есть мудрость. Заметь, Иван Царевич забирал Елену Прекрасную, Кощея Бессмертного. Он же ее забрал. У смерти. У смерти. Мудрость. Мудрость забрал, да. Мудрость осталась, а смерть ушла. Кстати, очень интересная тема по поводу психологии архетипов, которая в психике у человека. Там же хреново тучи этих архетипов. Причем у разных направлений психологии разные. Но если их посмотреть, то все-таки больше всего, наверное, на стороне, они смешиваются, перекликаются. Ближе всего подходят. Но наворотили, конечно, от ума обреда наворотили очень много. На самом деле вот эти два архетипа, которые есть у нас в психике, черное и белое, смерть, а то, что мы называем черной и белой смертью, на самом деле парадокс. Это эго и ум. Да, это эго и ум. Это их отражение в подсознании. Зеркальный. Больше нету там архетипов. И то, что вот эта силовая часть, которую мы называем драконом, она находится за пределами, потому что она дает неограниченные ресурсы, неограниченную силу, если ты ее осознаешь. Но это уже не архетип. Это твоя личность. Это ты как силовая составляющая, когда у тебя работает разум. Если ее нету, то нет. Вот к ней надо прийти. Да, то твой дракон спит. Вот к ней надо прийти. Ее надо осознать. И это целый путь. И это длина ни одну жизнь. И кто-то падает и уходит в деградацию. И поэтому здесь очень важно, чтобы человек развивался. Кстати, и вот наши эти курсы, которые у нас стоят, и технические, и ключ потока. Потом, которые мы курсы начинаем, там вообще курсы идут офигенные, которые именно по развитию личности, по расширению сознания. Там просто с единого восприятия будет сдаваться вся психика. Да. А скажи, вот сейчас мы на эти курсы свои смотрим. Как мы их видим? Я сама их жду. Мы их ждем. Нам интересно. А почему? Потому что это расширение. А потому что это и нам дает невероятную силу потока. Еще больше. Еще больше. И тогда твоя мысль еще быстрее проявляется. Еще быстрее. И тогда твои возможности психические еще шире, еще больше. То есть вот этот момент я жду из целостного восприятия вот этих курсов. То есть то, что мы задумали, оно уже шло. Видно было, как поток включался, когда мы их писали. Да, да, да. Я понимаю, что будет идти. И там выиграют те, у кого есть курсы. Вот когда человек смотрит, как муравей на человека, это одно восприятие. И один силовой поток меня повоздействует на человека. Я укушу его. Пожалуйста. Человек почувствует, как ты там муравьи на куру. Да, да. Кислоту всадил. Но если ты хочешь действительно, чтобы твое сознание было управляющим, тебе надо стать человеком, посмотреть сверху. А еще выше над человеком стать, чтобы еще выше управлять. Вот тогда это про расширение сознания. И вот это целостное сознание, это даже не человек. Это над человеком. Следующее отражение. Над игрой. И там совсем другие возможности психики. И, кстати, у меня есть предложение. Мы с тобой делали психотехническую базу при перетекании сознания, когда есть люди, у кого кто подошел, и кто осознает уже мир мертвых. Кто осознал вот эту часть и закрыл вопросы по ценности себя. Я предлагаю сделать им то же самое, что мы сделали себе. вот подумать на эту тему. Но это только тем, кто это дело прошел. Почему? Потому что иначе нет смысла толкать со скалы, когда нету крыльев. Угу. У меня до сих пор пятки горят. Вот реально я хожу, как будто я хожу по углям. Но это же другие возможности. Мы знаем с тобой, да, о чем мы. Иди, Ладушка, иди. Это другой поток. Это другой поток. Это уже совершенно другая история. Другая силовая. Вот на самом деле это. И вот эти курсы, которые повтором наши... 310 уже 380. Да. Это 360. 380. Не, я не про градусы. Ну, я поняла. Это я про... А я на градусы. Я так чик-чик. Да. Вообще классная жизнь. Она настолько интересная. Настолько интересная. Мы живем в раю, блин. И только люди создают из него ад. Человеку дали все возможности в руки. Говорят, играй, лови кайф. Ты безграничен. И человек себя заточил в ловушку. Говорит, это круг сансары. Я страдаю, потому что я овен. Это игра в овна. Зачем ты в овну играешь? Да, мы живем в раю. И только человек создает смерть. Бриня опять. Окончание. То есть ад. Ад. Человек создает окончание. Перезагрузку. Потому что он никак не может выйти из ловушки. Играет, играет, играет. Играет, играет. Ребята, кто осознал на ценности себя эти ловушки? Пошли дальше. Пошли дальше.